МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он объединяет несколько, все регионы страны в себе? Да, верно. Там участвуют из разных регионов страны. И, в общем, да, кто заявляется, может участвовать и проявить себя. Вы уже входите в статус ветеранов, да? Ну да, вот после 45 уже нахожусь в статусе ветеранов. Сейчас мне 48, да, полных лет. А сколько времени ушло на постижение вот этого вида спорта? В каком возрасте вы начали заниматься? Ну, это еще в старших классах у меня началось. Скажем так, я в целом в восточное единоборство пришел. Но позанимавшись там ушу, карате, джиткундо, я понял, что вот именно тэквондо мне больше всего понравилось. И после того, как я уже побыл в армии, отслужив в армии, я стал заниматься тэквондо, и вот после этого, да, занимался 9 лет тэквондо. Правда, у меня потом перерыв 9-летний был. Ну, это нормально, вообще в любом, наверное, виде спорта есть такие перерывы, да, бывают? Вы же для себя это делаете. Да, ну, у меня перерыв возник, наверное, как-то так непроизвольно, скажем так. Я переехал в Москву, там работал, и не было возможности просто заниматься. Так бы я не ушел из спорта. Все-таки вот для меня восточное единоборство – это такие, скажем так, яркие краски в жизни. Это, ну, и всего, и своего физического состояния, и психического состояния. Это яркие краски, и это, ну, в хорошем смысле какая-то своего рода зависимость, что ли. Потому что я туда иду, я наполняюсь, я как, ну, не знаю, сияю, свечусь, можно даже так сказать. То есть для меня это больше, чем просто какая-то выполненная физическая нагрузка, которую вот некоторые люди, вот, к сожалению, есть именно так воспринимают физическую нагрузку. Нет, это вот это внутреннее свечение. И ты там понимаешь намного больше, чем просто возможности своего тела. Это… Ну, это же философия. Да, это философия. Я говорю, меня спорт этот научил уважению тех, кто более слабый, ответственно относиться к этой силе. Во-первых, она постоянно там реализуется, у тебя нет каких-то накопившихся, нереализованных обид, не побоюсь этого сравнения. И больше уважения начинает появляться. А вот, кстати, как с вашей профессией сочетается тэквондо? Вы же медик по образованию. Да, я медик. Медицин? Ну, медицин. Ну, в свое время я захотел узнать, скажем так, когда я даже еще не знал, хочу я там медиком быть, я просто хотел знать о человеке, о его там физических, скажем так, параметрах. Поэтому для меня тэквондо, мне также, кстати, философия, психология нравится, сама вот еще в психиатрии работаю, это все как-то все равно связано. Нельзя все-таки это растаскивать и разделять. Человек это вот такой комплекс, все равно, что вот как, ну, все-таки, я считаю, нельзя там душу, тело растаскивать, потому что это симбиоз, это комплекс. По отдельности, это не полноценность, которая не может существовать одно без другого. А мы сейчас вспоминаем, потому что совсем близко то трагическое событие, которое произошло в Подмосковье, террористический акт, очень много людей погибло. Очень многие проявили себя настоящими героями и проявили ту самую силу духа, о которой мы когда-то говорили часто, которые нас воспитывали еще в школе, в советские времена. Сейчас что, как по-вашему, спорт, вот ваше занятие, это хэквондо, оно помимо тренировки физической, тренирует душу? Безусловно, я вот уже об этом как раз сказал, что здесь не просто понимание возможности тела, а еще уважение. Во-первых, это находясь в группе, в секции, девушки, там, молодые люди, это показывает общность и важность нашего осознания, пребывания вместе, ответственность друг за друга. И то, что мы видим, проявили как там взрослые дети или там подростки, которые там 15, кажется, лет были. Да, 15-летний пацан вылазил, да, скольких детей. Это взрослый, это взрослый, осознанный поступок. Я все-таки верю в то, что человек рождается вот с пониманием, что мы социальные существа. И вот это, может быть, когда мы не думаем о себе, а в первую очередь вот человек подумал о своих там собратьях, кто рядом вот в беде оказался, это нормальное качество. Другое дело, как может кто-то выходить в жизнь и не иметь этих качеств, вот что удивительно. Мы видим на примерах, что такие, к сожалению, нелюди существуют. Ну, я думаю, это результат как раз вся эта разобщенность, отсутствие, может быть, какого-то даже образования, культуры, воспитания. То, что в семье закладывается, что, конечно же, определяет человека. Ну, безусловно, там у тех нелюдей, зверей, которые вот перезаряжали и вот это продолжали делать, это просто страшно звучит, конечно. Бессловно, это какая-то внутренняя поломка чего-то недолюди, которые вот это все сделали. Мне до конца, как вот и в психиатрии, я много разных проявлений человеческой психики, разные ее границы вижу. Это все равно, конечно, именно такие вещи, они вот шокируют, когда видишь таких недолюдей. Кому угодно свойственно заботиться о своих близких собратьях, их защищать. Я помню, раньше в школе для нас было жизненным принципом тот самый лозунг «Раньше думай о родине, а потом о себе». Мы даже не сомневались, и мы воспитывались на героях Великой Отечественной войны, возможно, Гражданской войны, на тех, кто защищал собою, жертвовал собою ради других людей. И сейчас мы видим, что вновь наше общество как бы возрождается, да, несмотря вот, может быть, эти вот трагические события и дают какой-то вот такой толчок. Абсолютно согласен, что все вообще события, которые сейчас в стране, специальная операция, то, что происходит, мы, как бы погружаясь в это, и, пометую еще о событиях войны, которые были, я думаю, все это как бы соединяется, потому что мы вот осознаем, видим, что вот эта смерть может наступить в совершенно мирных городах. И, наверное, вот это, то, что было во время Великой Отечественной, то, что сейчас происходит, это все-таки как бы объединяется, и мы, несмотря на то, что вот мы живем в городах, которые у нас в основном они мирные, мы все равно, наверное, где-то, впадая в это состояние, осознаем этот ужас этих событий, когда отнимаются жизни людей. И как важно патриотизм, и чтобы вот это коллективное общее понятие было о защите своего родного дома, о том, как это важно просто даже думать, размышлять об этом, потому что это влияет, формирует нас. Каждый человек должен себе задать этот вопрос. Вот, что есть человечность, что есть защита, в чем мое предназначение, и как я могу это сделать, как я могу повлиять на какие-то вот процессы, чтобы было мирного неба больше, да, чтобы защитить близкого, вот это, все это, ну, безусловно, касается вопроса духовности. Безусловно. Игорь, ваш совет нашим землякам, те, которые сейчас, все мы переживаем непростые времена, очень много стресса, очень много угроз всевозможных, как ввести себя вот в состояние равновесия, ваш совет, как от доктора и от спортсмена, но те, кто, допустим, не занимается вот тхаквандо, ушу или другими видами спорта, как себя успокоить? Ну, все-таки, безусловно, саморазвитие, интересоваться, то есть в понятии человеческого, скажем так, мировосприятия, должно больше не заужение вот этой информации, лишь бы меня никто не трогал, а, наверное, постигать, познавать мир, изучать его процессы, скажем так. Ну, и все-таки я призываю к тому, что свое тело надо поддерживать, оно не может в пассивной какой-то обстановке само прийти в норму. Дело все в том, что человеческое осознание, вернее, человеческое тело так устроено, что как только маломальский человек занимается спортом, происходит некая гармонизация на тонком уровне, даже без нашего воли и изъявления, без чтения книг, происходит это, наступает гармонизация. То есть, занимаясь телом, это переносится на наше сознание, и этот процесс, он автоматический. И мы очищаемся от этого зла, от тревожных мыслей. Буквально, да, наступает некий баланс. Безусловно, чувство тревожности, оно значительно существенно уходит или покидает наше тело, когда мы занимаемся своим телом. Я бы сказал, это автоматически происходит, по умолчанию просто. То есть, достаточно начинать просто с утренней зарядки, быстрой походкой, пробежкой или кому что по силам. Если есть возможность, то в секциях, в группах это будет легче, потому что мы там встречаемся, кто-то молодой возраст, кто-то более возрастный. И когда мы видим, что не мы одни такие, типа, не странно ли мне сейчас с возрастом заниматься, особенно есть такие вопросы. Когда мы видим, приходим в секцию таких же людей, которые озадачены тем же самым вопросом, нам уже легче становится, чтобы сделать эту работу и начать, невзирая ни на возраст, ни на что. Это общность, это коллектив, это нечто большее, чем просто физическая, скажем так, нагрузка. Поэтому приходите, общайтесь, и будет больше покоя, мира, гармонии внутри. Спасибо вам большое. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Игорь Виноградов, представитель спортклуба Тхэквондо, красный пояс, бронзовый призер межрегионального турнира среди ветеранов спорта Запад-Восток. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо вам большое. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин